Собрались, значит мы с Никитосом лететь за бэхой на самолёте. Ну и до самолёта я как бы и добрался, но как бы и нет. Ну что ж, дорогие друзья, вы всё видели. Оператор до меня не доехал. Соответственно, самолёт мы просрали. В 7 утра у нас был вылет, час 7-10. Но так получилось, что моя жена купила билеты ещё на 7 вечера. Соответственно, мы в любом случае туда летим. Давайте начнём уже в аэропорту. Мы не в аэропорту, а всё потому, что мы никуда не полетели. У людей что-то не получилось, что-то сорвалось. Короче, а, самое главное, мы же забыли рассказать, куда мы лететь должны. А мы должны... Нет. А мы, а мы... А, самое главное, мы должны были лететь за 730 дизелем. Это BMW в кузове F01 за миллион 150. Ну, кто понимает, что за цена, тот понял, зачем мы должны были лететь. Но не об этом пойдёт речь в этом видео. А пойдёт она о том, что машина мне была всё-таки нужна. И я начал смотреть, что у нас сейчас есть на рынке до полутора миллионов. Начал смотреть Автору, Авито. И столкнулся с проблемой того, что цены улетели вверх, как на новый автомобиль, так и на БУ. И на рынке стало так мало предложений. Остались одни говно-салоны, говно-официальные дилеры и говно-перекупы. Но об этом подробнее мы будем уже писать в машине, потому что очень холодно. Переместились мы в машину, потому что история у нас долгая, а на улице очень холодно. А история у нас пойдёт о рейндж-ровере в третьем поколении во втором рестайлинге с 5-литровым компрессором. Ну что, поехали? Там поболтаем. А, вы же его не видели. Давайте сначала вы его посмотрите, а потом мы вернёмся к истории. 5-литровый компрессорный рейндж-ровер. Давно хотел себе просто рейндж-ровер. И даже не представлял, с какими проблемами я столкнусь. Потому что они, оказывается, все стоят либо у каких-то хер пойми каких автосалонов, либо у официальных дилеров за какие-то неадекватные деньги, либо у перекупов. То есть у людей, которые, честно, хотят просто продать свою машину, ну их просто нет. А если и появляются, то за какие-то безумные деньги. Я отобрал для себя несколько вариантов. Вот сейчас вы тут их увидите. И поехал смотреть. Первая машина, это был 5-литровый компрессорный рейндж-ровер белого цвета. Он стоял в автосалоне. Мне сначала показалось, что это официальный дилер, типа Major Expert. Если знаете, что это за автосалон. Но это оказалось все еще хуже. Это автоэксперт, который косят под Major. И, естественно, по телефону мне сказали, что все хорошо. В итоге все было как всегда. По первому осмотру. Арки кто-то уже делал. Неаккуратненькие. Заднюю крышку, соответственно, тоже кто-то делал. Вся она вроде чуть вздулась. Но кто-то ее уже замазывал. Машин стоит давно. Пневмоз дуло переднюю. Соответственно, сейчас мне ее заведут, послушаем. Ну, так в целом ничего. Но что-то мне подсказывает, что там будут нюансы с мотором. В салончик вроде у нее ничего. Вот тут вроде ничего все. Руль кто-то покрасил уже. Соответственно, ну, сейчас заведем, посмотрим. Абулятор разряжен. Что еще есть смешного? Суппорта серебряночки, прямо вон с колодочками. Резина лысая с болтами. Машина, как выяснилось, вся крашена. Хотя было заявлено, что она не крашена. Даже крыша крашена. Вот такие вот дрова. Машина хлам. Смотреть на нее страшно. Хотя выглядит она хорошо. И на фотках все хорошо. И, в принципе, ржавчину нигде я не нашел. Хотя это десятый год. Короче, менеджер был не русский, который мне отвечал сначала. На телефон. Сейчас я спрошу, а кто мне отвечал. А у нас таких не работает. Ну, короче, как всегда, автосалоны. Вот. Все вот это веселая история. Так что, когда смотрите машины по низу рынка, будьте готовы ко всему. Хорошая такая машина стоит под 2. Посмотрев белый рейндж-овер, я понял, что он весь не очень. Он весь крашеный. Крыша у него крашеная. Да и, в принципе, когда я пришел, машина лежала на пузе. И, как мне сказали, ну, 3 дня назад ее смотрели. И за 3 дня спускает пневму у рейнджа, значит, есть какие-то нюансы. Хотя никаких ошибок он не выдал. Соответственно, я отправился дальше смотреть рейндж-овер в спорт. Автосалон называется Автоград. Там стоял рейндж-овер спорт, дизельный, 3 литра дизель за миллион 150. Тут люди поприветливее, но все это похоже на какие-то подпольные автосалоны. Посмотрите. Кредитный отдел. Вон там вот стоечка. Смотрите весь мигдец. Лежит снег. Тут лежит снег. Это не я, открыл-то тут щелочка, через которую намело. Значит, история какая? Ну, машина говно, соответственно, даже думать не будем. Сейчас ее заведут, конечно. Пробегом 150 тут не попахивает. Ну, рулю пить. Этого пить. Тут даже смотреть нечего. Самое смешное, что мне сказали, что значит, цена на нее не миллион 150, а миллион 400. И до полутора можно поместиться, мне сказали. Даже так. Только за кредит можно получить ее за миллион 150. Нам нужен. У него в автотеке. В автотеке жопа. Он весь облитый, хотя сказали, что он не крашеный. Короче, это беда. Я не знаю, как найти нормальную машину в наше время. И тут они все-таки стоят. Вот Vogue стоит. У него выдвинуты пороги, которые должны складываться. Да, должны были. Ну, это ки***ц. Просто ки***ц. Этот Range Rover Sport долго не могли завести, так как на улице было минус 15. Да, кстати, классная. Никому не советую ездить в минус 15 смотреть машину. Эту машину, наверное, часа два не могли завести. Я все это время ходил, смотрел. Там были и Discovery, и Range Rover такие вот, как я купил в третьем поколении. И ничего приличного я там не увидел. Я уж молчу про то, что все эти машины, естественно, были крашены. У всех машин скручен пробег. Но были некоторые экземпляры. Коричневый Sport. У него был полностью покрашен салон. Он стоял в тепле. И он, наверное, был похож на что-то приличное. Но стоимость этого приличного начиналась от 1,8 млн. Машин внутри много, но, видимо, это самая лучшая машина. Вот мне сказали подождать немножко. Вот предложили посмотреть машину, которая стоит в салоне. Руль подкрашен. То есть тут уже до дыры, по-моему, сточен он был. Сидушка подкрашена. То есть машина приведена в хороший внешний вид. Что по технике непонятно. В общем, прождал я полтора часа. Понял, что ловить там нечего. Еле-еле слился. Решил глянуть рынок на Discovery. В четвертом поколении с дизельным мотором. И нашел одну интересную машину, которой у меня не было в первоначальном списке. Я позвонил. Это оказался дилер Инчкейп. Типа официальный дилер Борис Хоффа. Ну, то есть есть официальный дилер Инчкейп. И там стоял как раз этот Ренджоуер. По телефону мне сказали, что да, у него типа один владелец. По тест-дубликат, потому что там было юрлицо. Короче, неважно. Эти машины не крашеные. Но так как было минус 12, была ночь, а у них машины все стоят на улице. Я подумал, что я лучше приеду на следующий день. Я приехал на следующий день. Там все вежливо, быстро отреагировали. Быстро мы его нашли на парковке. И предыстория. Так как мне эта машина понравилась, перед тем, как ехать, я решил взглянуть отчет. Посмотреть вообще, что и как с этой машиной. И нашел предыдущее объявление. И в нем было написано, что машина вообще вся деланная, все хорошо. Объявление, естественно, было в октябре 21 года. Ну, то есть машина, грубо говоря, была выкуплена этим дилером. И машина, тут ничего не должно было с ней произойти. Вот взял с собой группу поддержки. Это мой друг, у него рейнджовер. Так, а что смешно? Рейнджовер это не смешно, рейнджовер это статус и стиль. Он говорит, что он был всего два раза в сервисе за два месяца. Но по правде он был шесть раз в сервисе. Но он вызвался помочь, поэтому сейчас мы приехали смотреть Discovery 4 с пробегом 272. Два владельца. Полностью окрашен. Полностью окрашен. Мотор сделан, 3 литра дизель, короче, все пироги. Тут пробеги вроде как не крутят. И машина сильно не шаманит. Он торчит, круто. Торчит, да? Да, попробуй проведи нам. Вперед, надо. Ну, да. Дверь надо так есть? И он как не везет. А он опущен? Ну, чуть-чуть, да, как будто. Ну, так, по первому взгляду, вроде живая машина. Сейчас попросим ее хотя бы, чтобы для нас ее выкатили. Чтобы посмотреть уже более, более-более. Короче, проблема в чем? Они все, когда долго стоят, они все садятся. Это сервисный режим? Да не сервисный режим, просто при спускаю чуть-чуть. 300? Просто чуть-чуть. Ладно, в принципе, молдинг уже отвалился. Какой? Что ж, сел в машину. От руля тут ничего не осталось. Вот можно посмотреть. Да, он пройдет до основания. Вот это вот, такого я еще не видел. Вроде 300 тысяч пробега подтвержден. Самое интересное, что только вокруг водителя. Всему пришел пипец. Вот, кстати, как выглядит кнопка с пробегом 300. Сейчас педальки посмотрим. Ну так, ничего. Дверь открыта, задняя. Низкий уровень топлива. Это, кстати, вот почему-то все дилерам привозят с пустым баком машины. Но, значит, он все-таки весь крашеный. Но об этом мы были предупреждены. Пневма работает отлично, без рывков. Это, кстати, хороший показатель. Это значит, что все, в принципе, исправно. Тормозным диском плохо, суппортом плохо. Резина лето. Тема. А, вот, огнилая арочка. Хотя была перекрашена. Да, перекрашена же. Нет, кстати, тут не красилось, прикинь. А, да? Ну тогда это нормально. Все, а тут то же самое, да? Да. Тут все то же самое. Ну, хер знаю. Салон. Салон на 300 тысяч пробега. Так что, не знаю, все будем думать, потому что хочется все-таки машину приличную. Проверяем, работает ли Вебаста. Ну, греть он быстро начал. Греть он быстро начал. А трехлитровые дизели, они такие холодненькие. Да, холодные? Они холодные, да. Значит, работает Вебаста. Первый взгляд. Трейн Респонс работает, раздатка работает, все работает. Ошибок не выдает, это уже хорошо. Машина похожа на очень живую. То есть, по сравнению с тем, то, что я вчера смотрел в этих левых салонах, тут вроде даже ничего. Ну, сейчас посмотрим еще под капотом, потому что сказали, что течи нет. По факту, вроде, коробка там чуть подсывает. Посмотрим. Итак, машину делали хорошо, даже новый оригинальный аккумулятор поставили. Ну, они дорогие. Что, дорогие? Ну, дорогие, ну, можно просто. Пугают нас. Ну, как делают? Берут просто покупает обычный X-Sight. Ну, такой же типа, но оригинальный заменитель. Ну, точнее, с другими этими шутителями. Короче, у вас все работает, все функционирует. Ничего не стучит. Ничего не стучит, не шумит. Будем думать. Подводим итог. Значит, Discovery технически хороший. Технически вроде хороший. Чуть-чуть подымливает, но это все-таки... Но он стоял долго. Ну, как бы и машине, как бы. Она уже не новая, 300 тысяч пробега. Хотя, написано было в предыдущем объявлении, что шортблок Менин. А у них проблемы с трехлитровыми дизелями. Да, это что? Что вкладыш прокручивает. И привет. И привет. Завелся он очень легко. Все работает. Вообще, все в нем. И Vibasto работает. Пневмон поднимается, опускается. Раздатка работает. Понижайки включаются. Короче, все работает по кузову. Нюансики есть. Не стучит вроде бы. На скорости 15 метров в час. Короче, пережить руль. Поменять дверную карту. Но что-то, что-то хочется. Все равно пятилитровый. Ладно, короче, есть еще две машины. Едем дальше. Скидку, знаете, какую дали? Карту помощи на дорогах 25 тысяч рублей. Скидок нет. Машин стоит миллион 350. А, и летняя резина. А, и летняя резина, да. Сказали, что будет зимняя. Точнее, по телефону сказали, что зимняя. Оказалось, что летняя. Соответственно, это попадет сразу на зиму. Или в ДТП? Мы поехали еще посмотреть пару ранжоев 5-литровых компрессорных по автосалонам, по низу рынка. Первый автосалон, это был автосалон в Чертаново. В этом автосалоне оказалось их много. Что мне понравилось? Там честно сказали, ребят, это низ рынка. Что вы от них хотите? Он заводится, заводится. Пневма не спущена, не спущена. Что вам еще надо? Нас это все устроило, мы посмотрели. Но что-то все равно нам не понравилось. Мы приехали в какой-то подпольный автосалон в Чертаново. Как называется дом Авентура. Вот он, смотрите. Точно это автосалон? Это прям сто пудов. Оттуда вставок у нас нет. Потому что страшно все равно в этих автосалонах всех снимать. Непонятно, как люди отреагируют. Ну, значит, посмотрели мы несколько машин. Тут было несколько пятилитровых. Что хочется сказать? Одна из машин за миллион сто восемьдесят. Вот тут вот будет объявление. Достаточно в приличном состоянии. То есть там в основном косяки по кузову. И то, что вытек антифриз. Откуда вытек? Почему вытек? Хер его знает. Поэтому едем еще на Варшавку. Там, где я вчера был. Посмотрим еще одну машину. У которой написано, что у нее один владелец. 130 тысяч пробега. Но мы выяснили, что у нее подложный вин. И хер его знает, что там будет. Но, кстати, вот тут салон приличный. Честный. В чем смысл этого честного салона? В том, что тебе честно говорят, что ну, а что ты хочешь? Миллион рублей. Самая дешевая цена на машину. Вот эта машина там стоит месяц. Эта машина стоит три года. Три года вообще. Три года. Эта машина. Мы даже его не стали заводить, которая три года стоит. Ночью вывлился еще один рейнджер. Пятилитровый компрессор. Привлекательный пипец. Один владелец. Я от радости описывался, от счастья. Звоню в этот салон, в котором я был автоэксперт. Начинаю всех расспрашивать. Говорят, да, один владелец. Да, пробег 130 тысяч. Да, вообще машина отлично. Еще и резину вам в подарок в багажник положим. Представляете? Я думаю, ну все. Точно хорошо. Но я еще не знал, что они прям конченые мутыки. Самое интересное. Я, конечно же, пробил эту машину. Поначалу отчет казался прям классным. А потом я сравнил, что машина на фотках, которая была в отчете. Это автобиография. А в автосалоне стоит не автобиография. И тут я немножко копнул и понял, что там подложный винт. Такие вот они ган***ны. Мы приехали в салон. Говорим, вот машина интересует за миллион двести сорок. Так как по телефону сказали, что она присутствует. И говорят, а вы знаете, что эта машина тоже как бы только за кредит отдается. Я говорю, нет. По телефону сказали, что в кэш. Не, ну в кэш, да. Только в договоре будет написано миллион двести сорок. А по факту будет полтора. Потому что раз вы кредит не берете, а в эту машину заложены услуги. И короче вся вот эта ерунда. Думаю, да ёб твою мать. Ладно, везить машину, просто хотя бы ее посмотрим. Может она такая классная. Сейчас мы приехали смотреть еще одну машину, которая как раз с подложным вином. И она стоит 1,6. Хотя в объявлении написано 1,2. Это автосалон Автоэксперт. Вон можете посмотреть. Вот видите вывеску. На Варшавском шоссе. Значит это просто конченые мать. Особенно после... Вот они вместе с Автоградом, который тоже на Варшавке находятся. Вот прям конченые мать. Так что будьте аккуратны. Не ездите по помоечным автосалонам. Я очень прям расстроен. Потому что я был уверен, что это за наличная цена. Потому что машины помоечные. Прямо помоечные. И самое интересное, кстати, что эта машина только через полчаса приедет. То есть нам надо полчаса ждать. Есть подозрение, что из-за того, что она с подложным вином, эта машина не существует. То есть просто замануха такая. Езжаем из этой помойки. Значит черную машину нам они просто отказались везти с подложным вином. Белую машину они тоже куда-то увезли. Ее тоже нету. Да, жалко, не посмотрел. Не посмотрел. Крашеный, он весь крашеный был, тоталенный. Ну ладно, он не тоталенный, он просто весь крашеный. Ну видео посмотрим. Я подснял. Отлично, отлично. Так что у нас остается последний вариант в виде 5-литрового у участника. Вроде как там, мне кажется, что это перекупщик, но такой. Вот, посмотрите, вот как выглядит этот долбаненький салон. Вот, подсними, пожалуйста. Вот. Будьте аккуратны, ни в коем случае, что не приезжайте. Это пи***ц. И я, отчаявшись, подумал. Ладно, посмотрю машину от частника за миллион семьсот. Что же там, если за миллион двести, за миллион триста, да даже за полтора продают говно в автосалонах. То что же продают за миллион семьсот? Там оказался вполне честный парень. У человека обслуженная машина, все с ней хорошо. Но есть нюансики, как всегда. Да, машина не крашеная. Да, она не битая. Да, с ней все хорошо. Но туда-сюда, там-сям, вложите. В любом случае, он где-то вам под двушку выйдет на выходе. Мы с ним прокатились. Мне понравилось. И я убедился на сто процентов, что я точно хочу пятилитровый компрессор. Но перемещаясь чуть назад, машина, которую я купил, она уже на тот момент висела на автору. И она была у меня уже отложена, но человек не смог ее показать. Хотя прислал мне и видео, какие у нее арки, и крышку багажника, и что она вообще классная-классная вообще. Ну, человек прикинулся дурачком. Это был перекупщик, как я и думал. Так как машина в последний раз стала на учет в ноябре. Ну, ничего страшного. Нас интересовала машина, а не кто, кто ее продает. Хотя это очень важно в наше время. Значит, мы рано утром встали, в субботу. Приехали к 9 утра к нему. Так как он, естественно, сказал, что у него уже потом просмотры на середину дня. И если вы хотите все-таки машин, то приезжайте пораньше. Ну, короче, схема перекупов. Ну, что ж, как мы ожидали, машина понизу рынка соответствует своей цене. Это просто, ну, объективное предложение хорошее. И все, то есть, какая цена, такой продукт. Ну, да. Не переоцененный и не недооцененный. Осмотрев машину, которую я купил, было принято решение, что надо поторговаться и забирать. Так как то, что он весь крашен, ну и хер с ним. То, что у него, ну, какие-то есть нюансы там по салону. Ну, понятное дело, это 12 лет машине. Эту машину мы смотрели долго. Нас катали. Выяснилось, что у него, когда начинаешь трогать пневму, вверх-вниз ее поднимать, вываливается ошибка. Ну, так как у этих машин пневма это не сильно больное место. И, в принципе, лечится оно за копейки. Естественно, мы решили ее не гнать ни в какой сервис. Хотя, ни в коем случае не покупайте машины. Если вы их десяток не видели, то лучше не стоит покупать без диагностики эти машины. Потому что можно влипнуть конкретно. Ну, и в итоге мы его, естественно, купили. Так как из предложений на рынке ничего не было. Купили мы его за миллион 250, как вы уже знаете. Конечно же, можно было чуть поторговаться. Я думаю, перекуп на нем 1300 заработал точно. Ну, что, повезло человеку. Бывает. Первое впечатление, значит, как говорится, купил дрова и от них кайфуешь. Вот, как бы, очень-очень классно. Ну, видно по моей улыбке, что машина нравится. Но понимание того, что это дровишки, оно остается. Да, вот он тоже ездит на дровишках. Нет, у меня не дровишка. Все нормально. Вот банда дровишек в деле. Ну, что ж. Первое ощущение на следующий день после покупки. Значит, по подвеске попередней что-то скрипит. Какие-то посторонние звуки на холодную присутствуют. Но пока все вроде как нравится. Еду на мойку, так как в машине воняет прелостью. Просто страшно. То есть, пытались заглушить вонючками какими-то до меня. Но ездить просто невозможно. То есть, и пассажиры жалуются, и... Да и мне неприятно. Голова начинает болеть. То есть, воняет прямо прелостью. Так как ковры у нас, как вы видите, тканевые. А их, скорее всего, никто никогда не сушил, не мыл. И машина просто провоняла. Вот, помыли машину. Вот он чистенький. Салон не отмыли. Вроде стало пахнуть меньше. Но сейчас будем снимать уже и поймем. Отмылась, не отмылась машина. Но выглядит он хорошо. Я его еще таким не видел. Ну, вызывает очень приятные эмоции. Мойка мне обошлась в 5000 рублей. И это было первое вложение после покупки. У машины ошибка выпадает, когда поднимаешь пневму вверх-вниз. Ну, что-то с ней делаешь. Выпадает ошибка. Нормальное состояние. Но в этом ничего критичного нет. Как сказал мой друг, который типа шарит в ренджах. Потом у нее не хватает вакуумной груши, которая включает блокировку в заднем редукторе. Так как ее отключили из-за того, что она закисла. Ну, это опять же со слов перекупщика. Ну, а так, в принципе, машина отличная. С пяти метров во. Да? Да и даже не с пяти метров. Хоть она и вся крашена, покрашена она хорошо. Пока все нравится. Вот я еду. Сейчас первый будний день. Едем мы к нашему ренджуэр классик. Да, кстати. Если вы не знаете, я еще восстанавливаю ренджуэр классик. Можете посмотреть предыдущую серию. Также у нас есть серии, которые были на другом канале. Я всем доволен. Все-таки я надеюсь, что он не будет у нас сильно ломаться. И мы не будем выпускать по нему ролики о том, что у нас отвалилось это, отвалилось то. И, блин, как на нем ездить невозможно. Это все-таки машина была куплена на каждый день. Вот у нас краткий экскурс. Как не надо покупать ренджуэр. Но мы же всегда очень хотим. Нам очень надо здесь сегодня. У нас нет времени ехать в сервис. И сраные перекупы. Они спешат на помощь. Они прибегут и купят вашу машину. И будут вам продавать ее на 300 тысяч дороже. Поэтому читайте. Смотрите видео. Какие есть у них болячки. Но если вы все-таки не готовы так покупать машину. Советовать обращаться к подборщикам. Наверное, не стоит обращаться к ним. Потому что единственное, что они могут сделать, это тыкнуть толщиком. Послушать, что какой-то... И уехать, и сказать вам. Ну, машина не очень. Я вам не советую ее покупать. Ни в коем случае не ждите от этой машины, что она будет новой. У этой машины нарисован 140 тысяч пробег. В реальности пробег где-то 200. Ну, то есть по состоянию салона. Да и по отчетам. Но я к этому был готов. Все проблемы, которые есть в этой машине, я их знаю. Это цепи. Это ваносы. Это гниющие арки. Падающая пневма. Я к этому готов. И финансово, и морально. Хотя морально, наверное, и не готов. И поэтому, если у вас нет денег, но вы очень хотите эту машину, можете ее купить. Но будьте готовы, что в какой-то момент вы где-то встанете, и вам будет очень холодно, как мне сейчас. Но пока у меня машина работает, мы поехали. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok